Приветствую, меня зовут Артём Первушин, вы на канале по инвестициям и финансовой грамотности. В рамках этого видео я открываю новую рубрику на канале с обучением, новый плейлист на канале с обучающим контентом, где я буду от самых азов базы финансовой грамотности добавить контент, информацию по инвестициям, вплоть до выбора каких-то отдельных инвестиционных продуктов, как куда лучше деньги распределить, чтобы больше получить отдачу на вложенный капитал. Для начинающего инвестора, который вот только-только начинает погружаться в тему финансов, разбираться в том, как работают деньги, возникает вопрос, а зачем вообще инвестировать? Зачем мне мои кровные деньги, которые я скопил, что-то отложил, заработал 50 тысяч рублей, 5 тысяч рублей отложил, зачем мне эти 5 тысяч рублей куда-то инвестировать? Вот они у меня лежат, и все нормально. Почему мне говорят, что они будут обесцениваться? Как это работает? Почему деньги вообще обесцениваются? Как уберечь свои деньги от обесценивания? Разберемся в этом видео. Достаточно простыми словами я пытаюсь это объяснить. На самом деле тут ничего сложного нет. Нужно просто понимать, что деньги — это такой же товар, как и любой другой предмет, как и ноутбук, телевизор, кофемашина, как и бутылка воды. Деньги — такой же товар. Вы меняете один товар на другой. Как это в древности меняли, там, не знаю, 5 рыб, пошел порыбачил, 5 рыб поменял, там, не знаю, на букет цветов или там на корзинку какую-нибудь. Каждый там занимается своим ремеслом, своим делом, все друг с другом меняются. Но это было неудобно. Нужно было понимать, что вот если, допустим, у меня есть куча рыбы, мне нужна картошка, не факт, что человеку, кто выращивает картошку, ему нужна рыба. Приходилось там менять, понятно, через 53 колена. Неудобно. Ввели там какие-то камушки, какие-то ракушки, постепенно пришли к деньгам. То есть такая единица измерения всего, грубо говоря. Но это точно так же, такой же товар, который мы меняем на любой другой товар, который просто все котируют, все принимают, что вот этот товар, он ценный. Я смогу вот эту бумажку, так, где написано 100 рублей, поменять на что-то. И еще что мне нужно будет, если не будет хватать. Ну, я просто там две бумажки такие дам и в любом случае получу то, что мне необходимо. Окей, деньги это такой же товар, как и что-то другое. И в системе, когда вот у нас есть 5 человек, например, с доходом в 10 тысяч рублей, есть там каких-то 5 товаров или 5 услуг, неважно, там, которые ежемесячно потребляются, инфляции и обесценивание денег не произойдет. Но если вдруг у нас появляется какой-то 6 человек в нашей деревне, например, который тоже зарабатывает 10 тысяч рублей и тоже хочет какие-то товары, услуги внутри этой деревни потреблять, появляется повышенный спрос. И понятно, что кому-то одному не достанется. Но все хотят получить 5 каких-то товаров. Не знаю, там 5 банок кофе, например, неважно. Цена повышается. То есть кто заплатит больше, тот и получит свой товар. То есть по сути у нас в системе, вот сколько изначально было? 50 тысяч рублей. Стало 60 тысяч рублей. То есть сумма всего вот этого денежного эквивалента, это, грубо говоря, стоимость всех товаров. То есть до этого все товары, все 5 товаров стоили 50 тысяч рублей, сейчас стали стоить 60 тысяч рублей. Окей, ну в деревне же не возникает просто так из ниоткуда какой-то еще один человек, ну в нашем мире там не возникает из ниоткуда человек, который вдруг из ниоткуда начинает получать деньги ни за что, ничего не производя. Понятно, что для того, чтобы тебе зарплату заплатили, ты должен что-то произвести, то есть произвести там какой-то шестой товар, и вроде как баланс сохраняется на бумаге. Но важно понимать следующую вещь. Если появится там шестой товар какой-то, который тоже всем нужен, ну у всех есть только там 10 тысяч рублей, и всем продавцам нужно в течение этого месяца распродать все товары, наоборот, возникает конкуренция среди продавцов, и деньги будут дорожать. То есть 50 тысяч рублей будет стоить уже не 5 товаров, а 6 товаров суммарно. И продавцы будут уже снижать свою цену, и как бы деньги будут дорожать. Такое происходит в мире достаточно редко. Обычно получается наоборот. Почему? Объясняю эту простую базовую механику. Если у меня, например, вот я Вася Пупкин, у меня доход 10 тысяч рублей, стабильный, я нормально зарабатываю, я могу позволить себе хорошую достаточно жизнь, но на новый, там, не знаю, телевизор мне придется копить год, скажем, условно. А я хочу его купить прямо сейчас. Есть какой-то человек, ну, в нашем мире этим человеком выступает, там, условный банк, который выдает мне кредит, ведь я на стабильной работе работаю, зарабатываю по 10 тысяч рублей. И вообще у меня кредитная история хорошая. Я никогда никого не обманывал, там, не кидал на деньги. Банк мне дает открывать кредитную линию, я могу со своим доходом в 10 тысяч рублей взять в кредит 90 тысяч. И что получается, что возникает? Возникает такая ситуация, что из ниоткуда в нашей системе появляется еще 90 тысяч рублей. Я, как бы, эти деньги должен буду отдать, вернуть, в будущем еще и с процентами, то есть, как бы, на дистанции окажусь в минусе, но в моменте здесь и сейчас у нас ограниченное количество товаров, а денег в системе стало больше. Я такой не один, Вася Пупкин, у нас таких достаточно много. И цена уже сейчас на наши товары, на наши услуги будет расти. Окей, если сейчас это не сильно скажется, и там не 90 тысяч рублей, я там получу кредитную линию всего лишь тысячу, вроде как не сильно цена должна будет вырасти, не факт, что она вообще вырастет. Может быть, кто-то не захочет тратить себе 10 тысяч, потратит только 9 тысяч, тысячу рублей отложит. Вроде как баланс сохраняется. Но на деле все наши расходы, вот я там не 10 тысяч рублей потратил в этом месяце, а 11 тысяч, все наши расходы, все мои расходы, это чьи-то доходы. То есть я купил вот какой-то товар, 11 тысяч рублей человек заработал. Если бы я не взял кредит, который я буду в будущем отдавать, я бы не принес там человеку прибыль в размере 11 тысяч рублей. А поскольку этот человек заработал 11 тысяч рублей, например, это вот мой сосед, что-то мне продал, 11 тысяч рублей он теперь зарабатывает. Ему банк уже открыл кредитную линию не в тысячу рублей, например, в 2000, он берет кредит и что-то еще покупает. А так как его расходы, там 13 тысяч рублей в данном случае, да, это чьи-то доходы, кто-то зарабатывает уже не 10 тысяч, а 13 тысяч рублей. Вот такой дисбаланс системе появляется, когда мы вводим понятие кредита. Деньги из ниоткуда в рамках нашей системы приводят к удорожанию товаров и услуг. Такая достаточно простая аналогия, но, надеюсь, вы поняли. Это вот такая база, как работает инфляция. Товары-то мы не можем напечатать из ниоткуда. Чтобы произвести товар, нам нужно потратить какое-то количество ресурсов, энергии, рабочую силу, время и так далее. А деньги, по сути, можно взять из ниоткуда. Мы не брали вариант сейчас, когда деньги, там, центральный банк просто печатает, безостановочно ничем не обеспечен, тогда понятно, что они ничего не стоят, это просто бумажки. Вроде как деньги в нашей системе котируются, деньги в нашей системе действительно чего-то стоят, но из-за того, что работает система кредитов, вот такая ситуация получается. В будущем я буду тратить меньше, и другие люди будут тратить меньше, поскольку кредиты нужно отдавать. Но при таком грамотном, грубо говоря, балансе системы, мои доходы будут расти быстрее, чем, чем, ну, скажем, я буду ужиматься для того, чтобы выплатить свои долги. То есть из-за того, что все вокруг берут кредиты, все вокруг кредитуются, ну, может быть, там, через одного человека, через два, через десять человек, неважно, там, какая-то корпорация, однако, кредитуется на огромную сумму. Суммарно-то денежная масса растет. И суммарно в нашей системе получается больше денег, которые ходят в обороте, и доходы растут не сразу у всех, но постепенно у кого-то по чуть-чуть, по чуть-чуть доходы увеличиваются. Зарплату вам повышают. Вам же повышают зарплату? Я думаю, что пять лет назад вам платили меньше, чем сейчас. И вот это, грубо говоря, происходит по этой причине. Не потому, что деньги бездумно печатают, а вот давайте выдадим вот этому работяге больше зарплаты, напечатаем больше денег, будем печатать ежемесячно ему еще определенную сумму. Нет. Потому что система устроена именно таким образом, что денег становится все больше, больше, больше и больше. Таким образом, в нашей системе, если я отложу там условную тысячу рублей, на нее я сейчас могу себе позволить, например, сходить в парикмахерскую и там постричься, то через десять лет, когда пройдет много раз вот этот цикл удорожания товаров, много раз пройдет цикл увеличения доходов, те деньги, которые я отложил в прошлом, они уже не будут котироваться и на стрижку мне, очевидно, не хватит. Зато сейчас я могу эту тысячу рублей не просто отложить на будущее, я могу на нее что-то купить, но не в плане потратить деньги на какое-то потребление, я могу на эту тысячу рублей купить какой-либо актив, который мне в будущем будет приносить еще больше денег. И я в рамках нашей системы буду богатеть, так скажем, быстрее, чем те люди, которые активы никакие не покупают. Я как бы долю их, долю их, что ли, ценности, денежную эквиваленту, забираю в свою сторону, притягиваю в свою сторону. То есть я владею, там, не знаю, бизнес какой-то открыть, купить долю в готовом бизнесе, какое-то имущество купить, которое востребовано, или, там, сдавать его в аренду, недвижимость, та же самая, например. Именно эти инструменты помогают защититься от инфляции. Плюс еще и заработать на этом сверху. Если я покупаю что-то, что ограничено в своем обращении, золото, например, это тоже позволяет защититься от инфляции, поскольку оно будет дорожать, как и любой другой, там, товар и услуга. На самом деле, я могу даже не золото покупать, а могу купить, условно, телевизор, и через 10 лет он будет стоить дороже. Единственное, что это может не работать в случае, если, там, через 10 лет этот телевизор никому не нужен будет, поскольку будут гораздо более продвинутые телевизоры, да, нужно понимать, во что ты деньги инвестируешь. По сути, можно и стол какой-нибудь хороший, классный купить, он через 10 лет будет стоить дороже, чем он стоит сейчас, ровно как и с золотом. Но это не приносит никакой добавочной стоимости. А вот если вы вкладываете деньги в какие-то активы, например, в акции на фондовой бирже, это уже, в свою очередь, будет приносить вам добавочную стоимость, поскольку, когда вы владеете долей в бизнесе, бизнес работает, зарабатывает деньги, вы владеете частью той прибыли, которую заработал этот бизнес. Ну, примерно так. То есть, вы как будто сами начинаете уже кредитовать эту систему. Очень грубо, но вы становитесь одним из тех людей, кто дает деньги кому-то в долг и получает назад какие-то дивиденды, какие-то проценты с этого. Вот. Это могут быть и облигации, на самом деле, не только акции. Любой актив, который приносит деньги, будет выгоден в данном случае. В двух словах, за 10 минут, надеюсь, объяснил эту тему и ответил на вопрос. На моем канале я показываю, как я инвестирую с нуля, как я веду свой портфель. На данный момент вы можете его видеть на экране. И на примере показываю, каким образом можно даже небольшие деньги вкладывать и получать достаточно хороший результат, хорошие дивиденды. Например, я вот с нуля за пару месяцев нарастил дивиденды до уже, там, отметки в 2300 рублей ежемесячно ожидаемых дивидендных доходов. Моя цель, там, до полумиллиона их довести. Буду показывать на этом канале. Подписывайтесь, следите и участвуйте, что ли, в активности канала. Пишите вопросы в комментарии, на какие темы вы хотите, чтобы я раскрыл в следующих видео, в рамках данной рубрики, в том числе. И напомню, что я инвестирую через брокера BKS. Это лучший брокер в России. И завести аккаунт вы можете там по ссылке внизу, там реферальная ссылка, при регистрации, по которой вы получаете подарки и бонусы. Регистрация проходит за 5 минут онлайн по ссылке внизу. Просто вот такую форму заполняете, и вам открывают счет. Счет абсолютно бесплатный, 0 рублей в месяц он будет стоить. То есть, вы его откроете, ничего, вы не должны, ни в кое-минус не уйдете. И более того, BKS-то топ-1 брокер в России по объему активов клиентов. Комиссия там 0% за инвестиции ваши, за покупки. То есть, я вот покупаю ценные бумаги в рамках этого портфеля. Я вообще никакой комиссии ни разу не заплатил, поскольку у меня тариф инвестор под 0% за покупку. BKS берет комиссию только за продажу активов. Там вы будете платить деньги. Ну, если вы там на огромную объем, на огромную сумму будете активы продавать, просто 300 рублей в месяц тариф подключите себе и без проблем тоже. Если у вас, наоборот, больше 250 тысяч рублей будет, за 300 рублей себе тариф отдельно подключите. А бонус при регистрации по ссылке внизу будет в виде бесплатного финансового консультанта. Его зовут Сергей. За всеми моими рефералами, подписчиками канала он закреплен. Он вам позвонит после открытия счета, познакомится, представится. И, кроме прочего, у вас будут его контакты в личном кабинете. Можете сами синициировать с ним какой-то контакт. Он поможет вам по любому финансовому вопросу и портфель составит, и проконсультирует по какому-то моменту какие-то, может быть, активы от другого брокера переведет. Пользуйтесь, такая возможность пока она имеется. И другие мои соцсети тоже будут по ссылкам в описании. Подписывайтесь. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok